Здравствуйте! Вы смотрите новости от компании Инстафорекс. В студии я, Анна Касаткина. Вчера европейская единая валюта продолжала дешеветь по отношению к другим валютам пятый торговый день подряд. График торговой пары евро-доллар опустился к отметке в 1 доллар и 20,5 центов США. В последний раз такой цены котировка достигала в июне 2010 года. Еврозона во вторник так и не порадовала инвесторов своей статистикой, что негативно отразилось на курсе евро. Согласно исследованиям института Маркет, в регионе деловая активность в июле продолжает падать, исключая тем самым любые надежды на восстановление европейской экономики. Показатель PMI за июль опустился на один пункт и составил 44,1. Аналитики ожидали, что индекс подрастет к отметке в 45,2 пункта. Прогнозировалось, что в секторе услуг деловая активность останется на прежнем уровне, но предоставленные данные продемонстрировали позитивные изменения. Индекс немного подрос до 47,6 пункта, но все еще остается ниже барьера в 50 пунктов, сигнализируя о спаде в секторе экономики. Не внушают оптимизма и данные по крупнейшим экономикам Европы, Германии и Франции. Здесь также индексы деловой активности в промышленности снижаются. В Германии PMI даже показал свое наихудшее значение за всю историю немецкой экономики – 43,3 пункта. Следите за последними новостями на финансовых рынках с компанией Инстафорекс. До свидания!